Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале. Спасибо, что заглянули. У нас сегодня такая вот пюрешечка с сыром и с такими фрикадельками. Это очень вкусно! Это просто обалденно вкусно! И давно не было. Решила сделать некое разнообразие на канале, а то все одно и то же, одно и то же. Ждала, пока немножко остынет. Но здесь, правда, очень много. Это все я не съем. Это 100%. Пюрешечка просто нежнятина. Сверху сыр. И фрикадельки. Получаются обалденные рецепты. Я вам оставлю в инфобоксе. Можно приготовить. Нетрудно. Самое главное, нетрудно готовиться. Не знаю, когда я публикую это видео, но у нас сегодня День Матери. Мне бы хотелось поздравить всех мамочек, которые меня смотрят. Или если у вас нету детей, поздравьте просто свою мамочку. Что самое главное, она вас родила. Воспитала. И дороже родителей у нас в жизни. Не знаю, возможно, когда у меня будут дети, я буду думать иначе. Но мне кажется, важнее родителей нету никого. Для меня сейчас, пока что у меня нет детей, для меня сейчас самые главные люди в моей жизни, это мои родители. Не отношения. Не брат. Самое главное, родители. Яйка, конечно, хотела сделать приятно всем. Купила кое-что для мамочки. Маме не понравилось. Купила кое-что для бабушки. Бабушке не понравилось. Я прихожу к выводу уже, который раз, мне кажется, лучше всего дарить деньги. Всем. И родственникам. И, не знаю, подругам. Людям не угодишь. Но я как бы не обижена, естественно. Все это можно поменять, потому что я купила в магазине. У меня есть чек 14 дней. В течение 14 дней я могу поменять или вернуть деньги. Но, наверное, деньги возвращать я не буду. Что-то другое возьму оттуда. Во влоге вам все покажу. Подарочки. Потому что сегодня снимаю влог. А еще сегодня день рождения Твикса. Сегодня ровно год, как я его взяла с улицы. Время так быстро летит. Вот прикиньте, как будто 2-3 месяца прошло. Ну, максимум полгода. Ну, никак не год. Очень быстро время летит. А когда я в школе училась, все настолько медленно шла. Думала, блин, закончить бы еще этот класс. Просто туда-сюда и все. 5 лет прошло. Вроде недавно я поступала в универ. А сейчас я уже закончила универ. Поэтому в этой жизни не надо ничего откладывать. Нужно делать прямо сейчас. Моя самая большая мечта. Самое главное здоровье, конечно, здоровье близких и так далее. А вторая моя мечта – иметь какой-то бизнес, способ заработка, который меня не привязывал бы ни к Ютубу, ни к основному месту работы. То есть всегда у человека должен быть план «Б». Я осознаю, что сейчас меня люди смотрят. Естественно, я зарабатываю с Ютуба. Но через год, через два. Максимум лет через пять, так скажем. Меня уже перестанут смотреть. И я не обижаюсь на вас ни в коем случае. Появляются другие блогеры. Появляются какие-то другие темы интересные, другие форматы. И это нормально. И самое главное, чего я хочу. Чтобы у меня был тыл. Сейчас, например, у меня есть квартира уже. Надо думать еще о каком-то бизнесе. О будущем, в общем, надо думать. Но я реально вот не допускаю мысли, что я, например, лет 15-20 буду блогером. Буду популярна. Мои видео будут набирать по 50 тысяч просмотров. Не знаю, почему я не допускаю этой мысли. Мне кажется, все временно, особенно в интернете. Например, когда я была мелкая, совсем маленькая, да, ну, где-то, наверное, в третьем классе. Я помню, я смотрела на ранеток и думала, блин, это просто пик, чего можно достичь. И я думала, я всю жизнь буду любить ранеток. Была мелкая, думала, вырасту, буду как ранетки. Они там в сериале были в девятом классе, а я где-то была, не знаю, в пятом или в четвертом. Я думала, вот, я тоже буду в девятом и тоже создам группу. Мы будем такими же популярными. А когда уже я была чуток постарше, просто их популярность сошла на нет. Читала комментарии, многие пишут, это все произошло из-за того, что они выгнали Леру, а Лера была сердцем группы. И я думаю, что все не настолько просто. Вот, я просто думаю, вкусы у людей меняются. И вот я постоянно в последнее время, о чем я думаю, я всегда делюсь с вами. Мне хочется заняться чем-то помимо YouTube и помимо основной работы, чтобы если вдруг, например, меня уволят с работы или, ну, не дай бог, дела плохо пойдут, и меня перестанут смотреть на YouTube, чтобы у меня был какой-то тыл. Возможно, я слишком сильно заморачиваюсь по всему этому поводу. Просто я в детстве видела бедность. Я не хочу к этому возвращаться, я хочу двигаться вперед. Как вкусно, пюрешечка просто обалденная. Какие фрикадельки. Откуда-куда мы? В общем, я каждый день как раз-таки думаю о том, что мне надо строить какой-то свой бизнес. Мне надо во что-то вкладывать. Иногда даже можно рискнуть. У нас был мальчик, который ходил с нами на занятия. И он рассказывал, что его отец продал квартиру, в которой они жили. То есть это была единственная недвижимость, которая у них была. И он вложился в бизнес, открыл ресторанчик, и дело пошло. И потом за счет этого ресторана он купил 4 квартиры. То есть, конечно, это риск, но я, естественно, так рисковать бы никогда не смогла. Именно поэтому, наверное, у меня нету огромных денег. Мама говорит, что ты как старая бабка. Все думаешь, думаешь, думаешь. Вкуснотища просто. Обалденно, вкусно. Заказала платье Шейн на свой день рождения, чтобы надеть. Я очень боюсь, что это платье не придет. То есть не придет к сроку, чуть-чуть попозже придет. Надо было пораньше заказать. Такое красивое велюровое платье. Такое ледяное миди с огромным разрезом. Как раз зимнее смотрится обалденно. Хотелось бы, конечно, чтобы на день рождения уже платье было на мне. Но я смотрю по отслеживанию и понимаю, что нет. Может приехать платье, а может и нет. А вот если нет, надо пойти по магазинам и купить себе платье. Я настолько разучилась ходить по магазинам. Я настолько привыкла все заказывать. Мне это настолько удобно. Я сижу, болтаю по телефону с парнем и выбираю наряды. Плюс еще там параметры идеально правильно указаны. Очень редко бывает, что мне, например, не нравится, как сидит на мне. Или размерчик не подходит. Единственный момент, что нужно ждать. Это, конечно, дело сложное. Мне кажется, берет. Я не знаю, что в таком году. Я поставил. Я что-то просто напишу. Я выражу. Я не хочу. Я хочу. Я хочу. В общем, мои хорошие, я вот ровно половину съела. Просто здесь очень много. Я не осилю все. И обжираться тоже заставлять себя не хочется. Было очень вкусно. Я вам рецепты обязательно оставлю в инфобоксе. Обязательно переходите на мамин кулинарный канал. Там не только этот рецепт, но и очень много других новогодних салатиков. На этом все. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Всех люблю. С вами была Айка. Пока!